Ульяновск Мы работаем уже около четырех месяцев, поэтому действительно за это достаточно многое было сделано. По крайней мере мы сейчас работаем с ученическим коллективом, с учительским коллективом. Происходит остановление нашего лицея. В лицее уже активно развивается школьное самоуправление. Есть родительский комитет и создается попечительский совет. Есть даже свой президент, выбранный на голосование, в котором участвовали все лицеисты. Полпреду пришлось и самому ответить на вопросы учащихся. Их задали в студии звукозаписи, работающей в лицее. Игоря Комарова спросили, как он проводит свободное время и какие фильмы мог посоветовать учащимся. Полпред занимается спортом и общается с пятью своими детьми. Из фильмов он порекомендовал посмотреть отечественную новинку «Балканский рубеж» и «Нестареющую классику». Не забыл полномочный представитель про идущий в России год театра. Я бы советовал, чтобы и вот, кстати, в школе уделяли внимание театру и чаще ходили, и организовывали здесь и постановки, и чаще ходили в театры. Собственная студия звукозаписи не единственная, чем может удивить лицей. Здесь есть учебные лаборатории химии и биологии, кабинеты кулинарии и труда, технологии покройки и шитью и концертный зал. В спортзале находится самый современный инвентарь, а школьная столовая больше похожа на кафе. С пылу с жаром. Неудивительно, что в лицей стремятся отправить детей многие родители, но приоритет остается за жителями микрорайона Юго-Западный. В этом году откроется еще одна современная школа в микрорайоне Искра. Строится образовательное учреждение в районных областях. Образование – один из национальных проектов, на который обратил внимание Игорь Комаров. Среди других – здравоохранение, обеспечение доступным жильем, снижение бедности, безопасные дороги и ряд других. Мы очень подробно и многие вопросы детально обсудили, и видно, что Ульяновская область готова к реализации национальных проектов. Работа организована, я считаю, что на должном уровне. Есть и проблемные вопросы, но есть и понимание путей их решения. На сегодняшний день Ульяновская область принимает участие в 10 национальных проектах. В стадии согласования остается 11-й проект по безопасным и качественным дорогам. А с 2020 года регион планирует принять участие и в нацпроекте по повышению производительности труда. Таким образом, область будет работать по всем приоритетным направлениям, обозначенным в майском указе президента. Губернатор обратил внимание на проекты, связанные в частности с увеличением доступности жилья. Нам нужно не только больше миллиона квадратных метров жилья, но и сделать так, чтобы переход на новый скром счета, для того, чтобы уйти от этих обманутых дочек, от этой безобразной ситуации, которая волнует огромное количество моих земляков. И нам нужно тогда решить вопрос, чтобы у людей была повышена покупательская способность. И поэтому мы сразу же здесь рассматривали вопрос, что мы можем сделать для того, чтобы у людей была большая заработная плата. А следить за выполнением нацпроектов и майского указа в области будет новый главный федеральный инспектор. Полпред представил Сергея Валенкова, который назначен на эту должность в конце марта. Моя задача, чтобы был организован контроль за расходованием бюджетных средств. Но в то же время, работая в взаимодействии с правоохранительными органами, федеральными органами, чтобы этот контроль был невыточный, чтобы он не мешал реализации тех задач, которые поставил перед нами президент Российской Федерации. Игорь Комаров высказал уверенность, что большой опыт работы в органах госбезопасности в сфере промышленности поможет наладить главному федеральному инспектору рабочие контакты с региональной властью, которые помогут в выполнении национальных проектов на территории Ульяновской области. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова